А это и другие игры вы можете купить в магазине игр AlexStore. Ссылка в описании. Всем привет, народ! С вами AlexFresh. Мы продолжаем играть в Ярдрак Симулятор 2 и бороздить просторы Европы. И сегодня у нас продолжение езды без карты. Сегодня я вот подыскал себе маршрут и я думал, почему бы нам не поехать из этой сраной Софии куда-то на также примерно 500 км. Маршрут у нас были 800 куда-то вот в Словении и Хорватии, по-моему, были в Румынию, в Брашев, по-моему, и были в Турции куда-то или в Стамбул, или, ну, в общем, куда-то назад, туда, откуда мы приехали. Поэтому я решил, что, ну, как бы туда ездили, отсюда ездили, нужно куда-то вот сюда, но не на 800 км, чтобы я потом не вздернулся после этой серии. Вот, и нашел маршрут, нужно везти саженцы, 3 тонны, из базы Теодора на базу Лука Дуна Виа за 16 тысяч евро. То есть, примерно 30 евро за км. Итак, время сейчас у нас, как обычно, час 20 ночи, ну, будем ехать до утра, понятное дело. Выезжаем мы из города Софии, едем в город Новый Сад. Ну, как бы саженцы в город Новый Сад. По-моему, все подходит. Нам нужно проехать ниш, ну, приблизить нельзя, можно, конечно, отдельно открыть карту, посмотреть, но это слишком будет просто, да. Но дорога с виду простая относительно, типа, вот тут, мне кажется, прям по трассе, пока это будем дубасть, вот тут и главное, возле Белгорода не затупить. И вот здесь, на выезде из Софии, тут какая-то вот закорлючка непонятная, и главное, не уйти нам в Перник, Перник. Вот, и нужно свернуть в сторону ниш города. Вот, и крагуевать. Нам нужно проехать мимо, по правой стороне, и как бы у нас ночь, по солнцу мы ориентироваться, как обычно, не можем. И вот, как бы, то есть, София, ниш, крагуевать. Белгород и сад наш. Так, а где? А вот, за работу. Едем на Мерсике, трехосный, все красиво, все классно. 510 лошадей, 12 передач. За работу. Погнали. Ух. Так. А как у нас там? Так, фары включили. В салоне GPS вырубил. Здесь мы смотрим снова базу. Дуна Виа. Там, по-моему, синего цвета была, да? О, это карта я вернул. Синего цвета была. Все, я вот открыл вот это. 531 КМ. Так, город у нас второй какой был? Ныш, по-моему, да? Я уже не помню. Я уже не помню. Блин, а что это такое? А, транспортная компания Теодора. Просто я каждый раз на эту Теодору смотрю. Мне кажется, что это какая-то вот фармакология типа Теодора. Теодору не знаю почему. Ну, реально, ну, почему-то мне так кажется. Так, ладно, поехали. София, как бы, город не маленький, поэтому главное сейчас не накосячить. Так, отлично. Пока что подсказок нет. Бургас, Плавдив. Летище. У нас, по-моему, ничего из этого не было. В принципе, города, которые я хорошо помню, это вот наш сад. Как бы оно, соответственно, куда мы везем эти наши там... Что там мы везем? Саженцы его. И города, которые я хорошо запомнил, это Крагуевать и Белград. Все. Что нам там еще нужно проехать? Вот это один какой-то там короткое название, три буквы. Я думаю, мы найдем. Главное, чтобы мы сейчас выезжали так, чтобы у нас не было других дорог. Это будет максимально удобно. Ну, я, честно, не очень ехать ночью. Что-то вот как у нас совпадает. Каждый раз ночью. Центр летище. И прямо можно. Но, если вспомнить карту, типа, у нас было как? Типа, мы выезжаем, ну, типа, город снизу справа. Нам нужно вот наверх часов на 11, потом вниз часов на 8. Потом, по-моему, еще вниз часов на 5. По карте. И потом как-то резко вырулить наверх. У нас, получается, мы сейчас поехали вот это вот на 11 и свернули примерно на 8. Если это сходится, фигня эта. Если она сходится. Но, может быть, в масштабах нет. Может, тут нужно было еще больше проехать. То есть, может быть, направо нужно. О, желтый мини-купер. Может, направо, конечно, нужно в сторону аэропорта. Но, не знаю. Вот, я пока что поеду прямо. Пока что поеду прямо. Доверимся пока что тому, что я видел на карте издалека, так сказать. Ну, собственно, то, что вы тоже видели. Куда-то едем. Какие-то офисные здания у нас. О, смотрите, Софию покинули. Прям что-то быстро. А что справа? Я просто пролечу, посмотрю. Там просто темнота, ни черта не видно. И дорогу... Ну, нам туда явно ехать не надо. Просто, может, там база какая-то? Нет? Просто фигня. Прикольно. Ну, ладно. Сзади даже никого нет. Мы просто едем там, где никто ни черта не знает, и нафиг никому это не надо. Ну, зато чуваки что-то тут ремонтируют. Или ломают. Че-то мы направо уходим. Я говорил, будем ехать там типа от часов на сколько, если первый поворот. Точнее, первое направление, второе направление. Итого. Хз, может и правильно. Но как-то, по-моему, там с виду выглядело относительно прямо. У нас тут как-то мы уже наверх поехали. А вот снова левее взяли. Непонятно, непонятно. О, спереди тупик. Слушайте, так, может вот это вот оно и есть? Типа, я сейчас должен... Хотя нет, там была закорючка, по-моему. А что прямо? София. Подожди, а если это та закорючка, что мне сейчас нужно поехать налево, куда-то по трассе проехать и свернуть направо, что там было, да, или нет? Так, ну, я поверну. Вы же не против. Короче, если мы сейчас поедем прямо, и направо будет поворот, и куда-то ехать наверх по карте, то типа норм. Если нет, то мы уже заблудились. Если что, поеду обратно туда, по трассе наверх. Я не знаю, куда она ведет, но как бы города там были, два штучки, но, по-моему, ни один из них не тот, который мы должны проехать. Ну, просто что-то по карте я запомнил, что вот как-то вот так вот, потом направо и обратно нужно. Перник, Плавдив, Монтана, Видин. И вот типа... А, ёпта! И слева там тупик? Или нет? А, не, фу, блин. Капец, я перепутал с другой дорогой. Прямо похожее место. Короче, как я сейчас понимаю, мне нужно в сторону Монтаны и на первом же повороте направо. А если нет, то... Я не знаю, куда нам ехать. Будем думать. Ну, реально. Это то, что я запомнил, мне направо. Причем резко должно быть направо. Это считается резко? Ну, типа, смотрите, поворот реально уходит такой раз, типа, и... Костинброд. Ой. Монтана прямо. Я уже косячу, да, походу? Кто там за картой следит? Куда я попёрся? Блин, да мы ж тут были когда-то. Я помню эти проезды. Я прям, по-моему, на этом же кольце тупил. О, снова желтый мини-купер. Чё-то их много стало. Если сейчас жестко уйдет дорога влево, то... Всё плохо. Ну, чё-то вдалеке катается. Или меня глючит. Блин, ну, дорога, типа, и вправо, и влево. До базы. Капец. Нифига не видно. У меня такое ощущение, что мы здесь были. Мы вот в прошлой серии, по-моему, когда я петлял, я поехал наверх. Неправильной дорогой. Но. Но. Есть одно но. Это было явно не в той стороне, учитывая наш маршрут, потому что мы потом, когда доехали, мы пересматривали карту. Это было явно не в той стороне, куда нам надо ехать. Сейчас, короче, я прямо проеду. Если сейчас вот дорога направо и поворот налево уходит наверх, то это точно оно. Сейчас я просто вот сам для себя. Подтвержу, что это косяк. Мы тогда едем обратно, выезжаем на трассу. Сейчас направо-направо и налево-наверх продолжение. Да, это оно. Короче, нужно найти место для разворота где-то. Мы едем неправильно, сто процентов. Ёпты. О. Хоть немножко. Ёпты. Такая толпа поехала сразу. Нифига не видно. Куда колеса повернуты снаружи у нас. Такое ощущение, что в игре ночи стали еще темнее. С этой обновой. Цепану, не цепану. Нет, пролез. Удивительно. Так, короче. Че у нас по топливу? Три четверти. Нормально. Едем мы явно не туда. Так, ну. Ну. А если... А если первый поворот на выезде с базы у нас не учитывался? Ну, не прямо на выезде, а тот первый перекресток наш. Если его не учитывать там. Получается вообще иначе нужно ехать. Короче, я думаю, идеальный вариант пролететь по той трассе и понять. Где-то найти просто нужный поворот. Правильный. А, вспомнил. Ниш город. Ниш. Знакомый вопрос фамилия. С добавлением еще одной буквы. Я думаю, что ты знакомый. А же в голове крутится, крутится. Такой, ага, вспомнил. Так, мы приехали вот отсюда. Я хоть и могу заблудиться туда, куда ехать. Просто если бы я изучил подробно карту, ну, прям приближенно, не вот эту вот издалека, из космоса. Я бы четко знал, куда ехать. Потому что у меня, кстати, реально с этим проблем нет. Вот. Поэтому назад мы можем выехать без проблем. Тут я не заблужусь. Но откуда дальше ехать? Нужно ли я реально ждать восхода солнца? Ого, сколько. Перник. Смотрите, перник направо. Я случайно вот когда на карту смотрел, не говорил, что вот главное не поехать в перник. Да, перник был у нас часов на 7. То есть, а нам получается... Перник, если направо... Ну, направо это дорога направо. То есть, непонятно, где он конкретно находится. Ну, теоретически. Блин, звучит как бред. Если посмотреть, куда дорога идет в сторону Перника, и куда нам нужно ехать... Как бы нам надо ехать назад. А что, если мы должны были знать и куда повернуть? Я сейчас назад сюда пролечу. На кольце налево есть... Про Леша. Про Леша мы проезжали, но... Но он слишком налево уходит. Этот про Леша. Ёпта тут... Что это такое? Не понял. Крестиков нет? Нет. Подождите, что там такое? Поворотник моргает. Куда дорога ведет? А, налево. Ёпта. Я сюда уперся. Думаю, блин, что тут тупик, и дорога ведет сюда, что ли? Так, ну это... Это 100% на базу. Это 100% на базу. Блин, ну в сторону про Леша мы ездили. ЖД переезд. Ну да, мы тут были. Наверное. Ну я прям помню это место. Не может быть, что нам сюда. Тупик. Направо. И на трассу. Смотри, тут просто деревня какая-то и трасса. Прикиньте. Короче, это бред какой-то. Я, кстати, много пролетел. Перник, перник. Так, знать бы просто, где он конкретно. О, там движение по кольцу. Поехали прямо по кольцу прокатимся. А-а-а, смотри. Смотри, смотри. Подожди, вы помните, мы когда в Софию ехали, когда уже карту посмотрели, мы, по-моему, оттуда ехали сюда, по итогу. Или нет? Вернулись типа назад, не назад. И мы, по-моему, ехали вот сюда и направо свернул. Не помню, был тут перник, нет. Но мы поехали прямо на кольцо, свернули налево и поехали искать нашу базу. Ой, не база эта, а туда по трассе налево. Мы поехали, чтобы попасть в Румынию. Вот. Сейчас я просто пролечу, ехать не буду. Вот, типа, вот тут мы проехали, вот тут я свернул налево. Мы выехали на вот эту вот трассу. И по ней, по главной, по дубасе, или до самой Румынии, получается. По этой вот трассе. Она тут налево уходит сейчас у нас. Да, вот смотрите. Все так и происходит. Соответственно. Нам, короче, выходит так, что нам нужно или прямо туда дальше, в центр города, и в центр города выехать направо. Или сейчас поехать направо. Но сейчас, как бы, трасса с виду серьезная. Давайте поедем тогда в сторону Перника. Блин, ну Перник, по-моему, четко смотрел, что нам туда не надо, но что-то я сейчас вспомнил просто вот это место, когда мы тогда заблудились. Я прям на карту тогда смотрел при вас. По-моему, нам как раз таки вот сюда. Или чуть дальше там должна быть дорога, или здесь, или чуть дальше. Так. Я не знаю, где мне ехать. Здесь или там. Придется, походу, назад сдавать. Сейчас разветвление какое-нибудь пойдет. Так, что там? Ну, название стандартное. А, ну, это чисто справа для съездов. Банки. Перник, Плавдив. Банки, это Перник. Так, а что у нас там на кольце? А, не, банки, это другой. Плавдив и Перник. Ну, чисто теоретически. Если вот Перник туда, то можно подумать, что нам в направлении Ба-ба-ба-банки. Вот. Но есть одно но. Указатель на Банки есть. Ну, учитывая, где этот Перник. Если я правильно про Перник понял, типа, что он был там где-то снизу, но я же вроде еще проорался этого. То есть, Банки, это, она в нашей стороне должна быть, учитывая по направлению стрелок. Но, по пути там никакой Банки у нас точно не было. Мы там, у нас перед этим Новий Сад, у нас было только один, два, три города было. было, было три города у нас. И Банки, вот этого точно не было. Я сейчас сюда чуть лупанул, но, возможно, нам нужно дальше протянуть. И дорога, кстати, была достаточно извилистая. Как бы, собственно, это означает, что вряд ли там дорога прям по какой-то шикарной скоростной трассе идет. Какая-то вот мелкая, извилистая должна быть. Скорее всего. Джаз вечер. Здраста, хорошая. Блин, но, всякое бывало, но чтоб прям мы изначально заблудились. Я думал, в Турции мы изначально заблудились. Оказывается, мы здесь изначально заблудились. Херакова. Херакова. Так, налево. Ёпта, а что за дорога слева, что туда поехать нельзя? А не, ну хотя, никто не запрещает. А там то же самое. А, и наверх на мостик, понятно. Так, а там, а там крестики? Да, там крестики, понятно. Сейчас еще немного протяну, но, я думаю, это не то. не та дорога нужно еще в сторону этого, как он там называется? Я уже забыл название. Увидим, вспомним, проехать. Блин, а может, я и тут даже ездил? Хотя нет, не должен был. граница. Граница чего? Блин, подожди, так, а, а что за граница была тогда? Так, мне надо назад слетать, мне просто интересно. Так, вот мы приехали, нет, мы дальше были, мы приехали вот отсюда, где тут кольцо? Вот кольцо, приехали вот отсюда, здесь где-то налево, да? вот, типа, вот тут налево, и просто я вот тут же, когда летел, я попал тоже на какую-то границу, пока мы летели. Ну, точнее, я не уверен, что на границу, просто вот местность была вот один в один, как сейчас мы увидели. Была один в один местность. О, нифига, тут дорога направо еще ходит. А, да, я же вот тут раз такой вниз спустилась, потом я полетел вот сюда. По итогу я сюда приехал только другой дорогой, серьезно? Чего, блин? Как это вообще? Так, ладно, я тогда, чтобы по границе не кататься, я посмотрю, чья это граница. Но, Болгария. Ну, София же Болгария. А дальше какая страна? Это Сербия? Или что это такое? Чей-то флаг? Сербия, не Сербия? А будет где-то этот указатель. А, подожди, вот тут, на въезде есть табличка. Димит... О! Ниш, нифига себе. Я просто, знаете, в чем прикол? Я же даже не смотрел, в какую страну нам надо ехать. А что за страна-то? Чей-то флаг? Я загуглю народ, Сербия просто... Сербия это флаг или не Сербия? Я не знаю, чей-то флаг просто. Ну-ка. Сербия, флаг. Или Сербия вообще не там? Ни фига. Вот это я этот. Да, это Сербия. Сербия. Красный, синий, белый и вот этот вот орел с короной. Два орла беленьких. Да, Сербия, прикиньте. Фигаси. У меня прям шарю, оказывается. Блин. Но я почему пролетал посмотреть границу? Чисто для того, чтобы понимать, что мы не вернулись куда-то в Турцию, допустим. Потому что просто если мы сейчас... Или откуда мы там приехали? Ниже этой нашей как Болгарии. А, ну да, Турция у нас там была. Потому что просто если мы сейчас заедем на границу Турции и заехали бы, вы просто представляете, сколько мы бы тут ехали, чтобы развернуться, пришлось бы... А во что я врезался-то? Невидимая стена. Вы видели, у вас что-то врезалось? По-моему, было поднято шлагбаум. Напишите в комментах, кто видел этот момент. Или, а может там куском заднего бампера цепанул отбойник какой-то? Я не понял, что там было. Вот. И, короче, просто пришлось бы очень далеко по границе ехать. Ну, долго, типа там, минут 10 потратить на эту границу там или 5. Поэтому я решил пролететь. И выходит так, что пока я искал название страны, ну, вот как там у нас было, типа Болгария, увидели указатель ниш. Но главный прикол в том, что, ого, 20 тонн, 3 тонны груза и 17 тонн, получается, полуприцеп с грузовиком. Вот. Самый прикол в том, что, получается, мы поехали сначала не туда, потом я пролетел ночью и такой, типа, смотрю, типа, ну, какая-то развязка нам вряд ли сюда нужно. Я реально подумал, ну, развязка какая-то, туда нельзя, туда нельзя. Я даже не догадался, что это граница там. Я реально не догадался. И по итогу я еду другой дорогой, абсолютно другой дорогой и приезжаю сюда же. Даже надо удача какая. Капец просто. Просто капец. Да уж. Но ниш на самом деле это не показатель. Нет, это большой показатель, но не показатель. Ниш же там что-то вообще был рядышком, по-моему, километров сто от силы. Так ведь или нет? То есть, получается, Сербия. А Нови Сад, это где? Это в Сербии или не в Сербии? Ну, я помню, что вот какой-то город, типа, ниш был, типа, получается, это первый, да? Подняли, А, я не нажал. Был, типа, ну, дорога светилась, будто через город или прямо слишком близко. Следующий город, как его там, то ли, крохуевать, то ли, как-то так, да, крохуевать. Он, по-моему, был нормально слева, так прилично, будто там объездная, не знаю, наверное, город огромный. Вот, и что еще было? А, вот, и Белгород у нас был, что мы, типа, будто в него упираемся и объезжаем его по левой стороне и куда-то там мы попадем. Слушайте, вон трасса слева, куда я нафиг еду вообще? Я поворот пропустил или что? Ой, что это за место такое интересное? Кек. Непонятная штука. Ниш, София, ёб твою, налево. София, это просто везде, причем, е80 и ниши, София. Это как так? Так, я не понял. Мне надо назад. Куда мне надо? Ой. А, вот, вот, не туда посмотрел. Ага, София, ниш налево. Понял. Теперь понял. То есть, мне налево надо. капец какой-то. Вот сюда, значит. Какая жесть. Еще и ночью выезжаешь, ни черта не видно. просто ужас. Упс, дротайте. Ума гли, маугли. О, начинается. Я так понимаю, это типа, платка на всех языках мира. Закроют, нет? Что, типа, сработало, то ли что? Ниш прямо. я пока в сторону ниши еду, потому что на дороге, я помню, что прям вообще было очень близко. А вот, карагунивается, нам нужно будет его в сторону двигать, но, прям, не обосраться, не заехать у него по случайности. Потому что, учитывая, как дорога от него в стороне отходила, то он или маленький, и к нему там отдельная дорога ведет, или он огромный. Пока не увидим, не узнаем. Ой, справа что-то видно, какие-то заводы, не заводы. Что это такое? Прати-тачки. Или Праты-тачки. Не знаю. Град Ниш. Так, ну, короче, мы в Ниш въехали. И, судя по всему, он типа, вот, мы вроде едем по нему, но он сквозной. Короче, город чисто, металлургический, походу. Ну, то есть, выходит, значит, мы правильно его проезжаем. А вот дальше, какой-то город должны объехать справа. и особо не съезжать. По идее, я так понимаю, что эта же трасса у нас и останется. И нам, по идее, по этой трассе нужно топтать до самого Белграда. Белград. Да. Так, Белград прямо. Замечательно. А Ниш, получается, вот направо, и по итогу идем налево. А нет, что-то там вообще другую сторону сворачивают. Но Белград было прямо. Так что, пока что мы дубасим. На всех парах. Скопье. Скопье тоже что-то город знакомый. Мы его вчера не проезжали, указатель? Скопье. Ну, короче, мне пока что кажется, мне пока что кажется, что, блин, указатель пропустил, что мы сейчас едем четко так, как было у нас по карте указано. Просто по обычной карте нужно будет посмотреть, как конкретно мы ехали. Ну, потом уже, когда доедем, вот не по грузам по карте, когда она не приближается нормально, а по полноценной посмотреть, просто, как это выглядело. Типа, в какой момент я поехал не в ту сторону. То есть, начало типа было правильное. Ох ты, блин, есть контакт. Ёп ты, нифига. Нормально. Бензинская станица. Так, пол бака, но пока что не заправляюсь, мне кажется, должно хватить. Надо. просто. Бензо надо. Надо. Нормально цепанул. Не знаю, что там по урону. Но грузовик, прицеп точно побили, а вот груз неизвестно. Хотя, мы везем саженцы. Че саженцем может быть? Да ничего особо. Разве что, если они высыпятся, то и кто даже высыпятся, ничем не будет особо. Если напополам там не сломаются. Главное, в Белград не заехать. Нам где-то нужно будет налево, жестко свернуть перед ним прям. А это, я наверное думаю, будет проблемой. Потому что я сомневаюсь, что вот прям этот город, Новий сад. Ёп ты, что там происходит? ДТП что ли? ДТП. Щеманули. Апелечек влез под фуру. Чертяка. Вот я сам... Блин, цепанул пока смотрел. Че оно там моргнуло? Или грузы и глохнет? Я сомневаюсь, что вот этот Новий сад будет где-то на указателях. Он вряд ли какой-то большой город. А может и большой город, но Тех и Зе. По названию не скажешь, что он большой какой-то. Звучит по-обычному. Кра... Крогуевать направо. Так... Мы же его проехали, А, или типа, наверное, чтобы развернуться. Слушай, ты будешь обгонять или нет? Догнал и держишься с моей скоростью, засранец. Че за фигня? Так. Ну, пока что едем. Я не знаю, сколько километров. Кстати, нужно было, наверное, еще расстояние примерно прикидывать, сколько нам нужно проехать. Потому что у нас этот ёб твою... Ты же вроде направо хотел. Или он не хотел направо? Там было? Да, походу он передумал. Капец. Чуть не снес меня. Но веса 216, Е75. Е75. Так. А какая у нас трасса? Нам нужно придерживаться тогда Е75 смотреть. Так, это заправка. По-моему, Е75 было написано там, где новый сад. Ох ты, блин, 12%. Какой я говорил, Е75, да? Е75 прямо. Блин, но развязка здесь, если честно, чисто внешне она подходит. Ведь она прям... нет, это мелкая развязка. Нет, забудьте. В смысле, в смысле наш клиент? 105 км. А что это за глюк с километрами был, вы видели? Буква одна не влазила, хотя влазит, вон, оно обновилось, влазит. Какой-то глюк, наверное. Путарина. Слушайте, ну, получается так, что мы прямо не поехали, дорога сама жестко влево ушла. Может, это и есть наш поворот этот? Давай, открывай калитку, поехали. Ой, не успею. Ой, не успею. Нет. Проехал. Нормально. Что за тачка? Кто знает. А это Купра. Сиат, который. Но их потом начали как-то под новой маркой. Как Citroёn, эти DC, так и эти Купра. Траншпед. Траншпед звучит как оскорбление, если честно. Ох, ты ж, блин. Я слетаю, посмотрю, насколько он там сильно молотит этими своими. Сильно, понял. Надо объехать, чтобы нас не шарахнуло. Траншпед. Короче, я хочу поехать туда дальше прямо. О, отлично. Сейчас тут развернемся. Замечательно. Траншпед. Ой, прицепом зацепился, да? Ой, ты ёпта. А не, просто медленно еду. Думал, в забор. электрон какой-то или поезд подубасил на горизонте. Так, новый сад прямо. Е75, я так понимаю, продолжается, так ведь? Нет? Прямо трасса какая-то строится. Мощная строечка, мощная. Новый сад. А центр ёпты, Новый сад уже на... Как это работает? А, Новый сад чачак и Новый сад прямо. А тут Новый сад... А, ну это все к правому относится. Тюблин. Я на автомате уже такой прямо собирался. Я такой еще думаю, а что туда нельзя ехать? Что чекаешь? Что ждешь? В целом-то, да? Можно понять, что написано? Легко причем. Так, чачак или сосак. Кто хочет жить в городе сосак? Так, Новый сад налево. Ого, парковка. Причем, смотрите, прям какая-то будто отстойник для машин. Просто разметка везде. Так, заправка. Пока что, наверное, хватит, я думаю. Блин, там и прокатиться по этой стройке. Выглядит интересно. Только прорисовка, конечно, как обычно, говна кусок. Но так в целом норм. Так, вот эти знаки 80, главное не цепануть. Будет неприятненько. Цацак этот. или сосак. Но висот прям. Так, а Е-75. Окей. Интересно, по этой дороге справа можно проехать, нет? Граффити понарисовано. Причем, стройка идет граффити везде. Это, наверное, строители понарисовывали. Кто еще мог нарисовать? Да никто, больше некому. Или сосак какой-нибудь. Так, Милош. Милош, это что-то как-то звучит на польском. Так, Новый сад прямо. Новый сад прямо. Окей. Блин, прорисовка меня прям бесит. Раньше такой хрени не было, вот, сколько, пять лет назад. Не видимо накидывают графон, движок не вывозят, требования растут, и они начинают чем-то жертвовать. прикольненько здесь. Чистенько, светло, едешь себе, машин нет, кайф просто по таким дорогам кататься. 76 километров. Блин, так вообще рядом. И получается этот Белград, я думал прямо будет въезд, а у нас получается дорога сама резко повела влево и отвела от него. То есть нам даже не пришлось думать. И получается въезд у него будет вот рядышком. Новый сад вот это сюда что ли? Да. Е75, Е75 прямо. Но выходит так, что у нас до указателя этот ниш была какая-то просто дичь. Ну типа вроде бы не особо долго думали, но было проблемно достаточно. После ниши у нас как-то все пошло, пошло, пошло. Вообще без проблем. Новый сад 37 км. Пролетели и не заметили. Че там, че там? А, велики попусти. А я читаю велики попусики. Да чего? Велики попусики. Короче, попусти свой велик. Называется, да? Боковой ветер. Причем нормальный. Не помню, как это хрен называется, но комментаторы точно знают, потому что уже писали давно в комментах. Дунав. Дунав. Это Дунай? Дунав? Или нет? Судя по размерчикам, походу да. Походу Дунай. Сложно прочитать такие слова. Так, нам не нужно голова еще или курица или петуха, то есть петушиная заправка, мы туда не поедем. Но весат направо. Ну что, на заправку что ли? Ой. А, не, все правильно. Короче, путарина это там, где ты должен платить за проезд. Не успею. Блин, проезды такие узкие, капец. О, видели, назад покатился. У меня такое было только на руле, на клаве я не помню, что было такое. Ну что, там едем? Благодарю. Как всегда, как бухой катаюсь. Знак машина. что бы это значило? Субботица. Ну вот, в сторону субботицы, я думаю, многие готовы поехать. Пэджи, но весат был направо, правильно? То есть, нет, неправильно. Вон, вижу спереди. Юпты. Дождь еще пошел. Почему каждый раз, когда мы приезжаем в какой-то город, у нас дождь начинается? То есть, получается, съезд-то правильный, но, простите, но вот тут не было, по-моему, конкретики. Или я там пропустил сверху что-то. Возможно, пропустил. Центр. Центр направо. Окей. Субботицу пропустим. Снова там палатка какая-то. Короче, заехать в город стоит денег. Сейчас поворачивать еще не смогу. Белград. Так, прямо. База у нас там как называлась? Кто помнит? Если честно, не помню. Я помню, что она была какая-то синяя. Синяя с чем-то. Название ЯХЗ. Но если увижу, я вспомню название. Но точно не Синпи, это что-то с топливом. Вилку. Вилка точно нет. Прикольное такое кольцо. Давайте сюда число по нем. Может, тут какая-то база еще будет рядышком. Потому, что с виду такое тут будто что-то может быть. Справа непонятная база. Это въезд? Та не. Так, это точно нет. Не, короче, здесь тупик, тут две базы всего лишь, судя по всему. Надо отсюда сваливать. Дворники. Единственное, что брызги стали вот как-то приличнее выглядеть. Вот обнове 1.50 как-то они сейчас уже реально от колес летят, они непонятно от чего. Но выглядят как-то поприкольнее. баржа. Блин, хотя в то же время был указатель центр, как бы что очень толсто намекает, что есть еще какой-то въезд. Так. Лук от Дунове. Вот это может быть. Смотрите, она синенькое, название какое-то странное. Поедем сейчас эту прочекаем. Она не она. Где это вообще? Так, это электростанция. Налево нельзя. Ой. Направо можно. Такое ощущение, будто он шлифует, когда трогается. Ну-ка. Там вроде нет. Ну из салона просто едешь, будто реально шлифует. так, но это наверное не база. Налево покажет. Куда-то направо уже нам можно. Капец тут дорог, конечно. Я сейчас заблужусь, потом обратно выехать не смогу. Там тупик. И куда мне нужно свернуть? Налево? Да, что-то такое же для переезда. Мне кажется, тут никто не катается. Снова же для переезда. Что ж такое? Сплошные сжд-переезды у нас тут на правом. Капец, тут заблудиться можно. О! Оно! вижу сверху какой-то флажочек. Так, все. Открываем карту. Мы на месте. Итак, видите, вот получается эта дорога. Так, короче, мы выехали из Софии, выехали. Получается база, во, вот здесь, из базы Теодора. Получается вот первый поворот налево. А-а-а! Ну, получается, да, вот я лоханулся. То есть, то, что я говорил, нам нужно повернуть и ехать часов, типа, там, на 7. После первого поворота изначально мы едем на 11. Я, получается, я вот уже вот отсюда начал это чекать, эту фигню. Типа, что вот мы повернули. А получается, что вот только здесь на трассе это все было. Получается, здесь это было на трассе, а я облажался. Я, получается, перепутал. За счет вот этого поворота я подумал, что вот мы его, типа, издалека типа, на карте видели. А получается, нам вот так вот раз, вниз и потом наверх, типа, резко как-то вот то, что я говорил, раз и все. А перник, вот как раз я угадал, то, что я говорю, что типа, главное нам в перник не поехать. и мы получается вот выехали здесь, вот сюда выползли. Я такой, типа, нам налево и потом такой, ну, первый поворот направо, нам сюда. Мы поперлись вот сюда наверх, вот тут мы где-то развернулись, поехали обратно. Тут я пролетел по видео по воздуху до границы, но я не понял, что это граница, мы вернулись сюда вниз. Я такой, типа, нам надо или вот сюда, или вот сюда. Но мы приняли решение ехать сюда вниз. получается вот тут мы свернули направо. Хз, что там за указатель был? Может даже перник там показывал, я бы не удивился. А вот свернулись сюда, то есть мы прямо тут не поперлись. А, а мы свернули-то почему? Это то кольцо или не то кольцо? А, нет, вот это кольцо, то, на котором мы катались, как-то, да, вот, и получается, мы поэтому поехали сюда вниз, и потом я такой думаю, типа, ну там же шперник, нужно где-то свалить от него, и мы, походу, вот тут вот и свалили на указателе на каком-то, и по итогу попали сюда, куда мы летали, и не поняли, что это граница, а тут, как бы, мы узнали границу и увидели указатель. Ну, а дальше, получается, тут само собой, по трассе, наверх, то есть вот, крогоевать, пролетели, не сворачивали, тут через, ну, типа, через город, тут дорога нас завернула, а издалека просто это же выглядело, типа, что вот прям в Белград, типа, нужно отвернуть от него, чтобы не заехать, по факту, это могли сделать, вот, въезд прямой в город, и все, и фиг, что ты сделаешь, и тут мы уже как-то вот, добрались, как-то так, ну, что, народ, нужно выгружаться, нужно выгружаться, сейчас посмотрим, что у нас по состоянию там, можно запарковаться, ёпта, куда, а, понял, наверное, проще слева подъехать, а запаркуемся для приличия, что там за дым валит, с металла, непонятное, вы видели, реально дым какой-то валит, нацепить, приехали, приехали, ну, май, майстер, не спаркование, так, с опозданием, штраф за повреждение 1 на 1 процент, и опоздал на полтора, за полтора часа 6 штук евро, офигеть можно, просто обдираловка, ладно, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию, надеюсь, вам понравилось, не забудьте подписываться на мой канал, все ссылки будут в описании под роликом, ну, а с вами был Алекс Фреш, и всем пока-пока.